опять 4 февраля третий фильм подряд на улице вечер ничего справляюсь о чем он будет а сейчас об следующем нас это фотография покажу 21 до 100 года два последних почему потому что здесь даты есть видите то есть на каждой из даты когда будет фотография например 18 марта еще зима видите у нас это зима почему здесь срежу на дерево ну а кстати проверка идет и запись идет сергею деваться некуда или десяток вырастить лишних саженцев на продажу или сохранить роскошный абрикос в данном случае бай пришлось за это руки пилу горько страшно вот но необходимо но это я просто отвлекся вам показывал что у меня вот такие даты есть и по ним будем ориентироваться и так значит значит в основном могу упор делать на фальшивые саженцы но я не могу пойти мимо от этой фотографии вот этому человеку известного журналисту который очень много конечно времена капец прошли помните да значит как там было назывался про передачи вот а сколько нам открытий чудные готовить просвещение дух и опыт сына ошибок трудных и гений парадокса друг я этому журналисту из телеканала научного послал диски учебные книги все 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 заинтересую повернется все вернутся деревья в сады перестанут люди калечить деревья научные людьми которые сами никогда не садили но они можно кончить институт можно иметь теплом а сады не садили а пришла пора господи платят такие деньги за что монетизация этих же самых роликов в фильмах где в ютубе где в яндексе и пошла писать груберния какие-то придурки миллионы заработали они садоводах а помните те дебилы которые это сам увлекли нашу молодежь и вот здесь серьезный канал ну можно было хоть прочитать та книгу которую я вам посвятил а коллега а какой коллега горько с коллегой называть вот но это только единственное исключение дальше мы пойдем так и так фальшивые сагненцы фальшивые технологии вот я работаю на заказ в хорошем смысле Савинич моя дочка она же студентка бывшая она же аспирантка она же это самое инженер университета Красноярского она же моя ученица сказала я теперь читаю лекции мне нужно материал подсходящий но я начал раньше считайте на 30 лет это значит что даже больше на 30 лет у меня материала больше вот я выбрал только два года 21-20 почему все свеженькое это как сейчас на данный момент дичайший лохотрон который откроется вашим глазом я не это специально передачу просто собрал материал вот я листаю темы самые разные так хочется остановиться и сказать господи вы посмотрите что в Сибирь можно вращать вы поверите что это черешня нет вы правильно ущипните себя окажется дикая вишня вы поверите что вот это и вот это вот опять отвлекаюсь вот эти грибы да что они совершенно не заражаются не заражают все это сказки придумали для того чтобы продать вам эти ядохимикаты и прочего дерьмо где-то на не дерьмо но с удовольствием это дерьмо вот это для того чтобы уничтожить дерево столько труда ну что я опять отвлекся все больше не буду так поехали что я ищу я ищу ваш сайт ну за одно смотрите кто ну-ка смотрите глаза кто сказал что у меня не было урожая а это что я на рынке покупал ну смотрите глаза как тем людям которые меня ненавидят не было урожая не было не было не было не было урожая опять нет урожая опять нет и это не урожай откуда тогда я вот эти вот кусочки брал абрикосовое знаете вишневое сливовое вот смотрите покупал ну-ка сергей что он там нам показывает а ну понятно урожая то не было так все идем быстрее это не урожая это слезы какой-то вырожай фундук откуда в сибири это вот случайно ветром донесло знаете какого вкуса яблоки если их жрут на это самое вон этих же муравьи а это божьи коробки а не вкусные ладно еще быстрее да я не могу остановиться оскорбить человека выразить такой недоверие ведь люди же поверят что нет железа ни черта поверят и все тогда давайте еще быстрее мы ищем что мы ищем нет а вот это еще покажу ах у меня же урожая не было я вот это вот бесплатно раздавал вот это так купил в магазине разложил чтобы зарабатывать авторитет ладно идем дальше вот ну это тоже каприкосы и сыринка естественно так это я кстати заборозил так чтобы зимой показывать ну и все же я еще хорошего сайта ну наверное начнем отсюда что мы можем продать магазин для садоводов вот здесь просто один простой совет не покупайте саренцы с листьями вот не будет у вас сада не покупайте это продают не за то чтобы в сад был а то что более продать не могли ну это ладно ну тут есть смертельные советы тут такого добра полно вот ну пока этот хоть это и все средства информации пропускаем вот все ребята сейчас мы с вами поедем сейчас мы с вами будем разбираться так ничего не пропустил я не хочу ничего пропустить потому что разговор будет на полном серьезе нет не пропустил итак реклама чужих сайтов так саженцы чешний вексат господи боже мой какое счастье всего 300 рублей бутылка водки у вас вот это все будет подалось ну что вам сказать друзья я на каждый нажимал все они из интернета вот этот вексат взял присвоил эти все фотографии из интернета ну давайте дальше посмотрим что нам остается делать вот переходим сюда вот саженцы абрикосы из Крыма ну хорошо из Крыма ну почему вы все это из интернета ну почему вы в своем саду не делаете это не значит что вы обманщики нет это значит что вы просто доверие да еще продавать эту роскошь невероятнейшую по 200 рублей на 200 рублей бутылка водки уже не стоит это уже оскорбление для водки оскорбление для водки потому что мы ее оскорбили самая дерьмовая водка стоит дороже ну что же это такое ну паленку еще можете купить и на тот свет ну почему вы свои фотографии то не вставляете чтобы осада нет вот эти подозрения они всегда вот как бы вопиют ладно пойдем дальше будем искать будем искать будем искать о что-то мне знакомо векнуло и так я вижу присадное хозяйство это журнал который меня так любит что терпеть ненавидит вот конфликт был провокация была вместо меня подставили человека который назвался себя железом поставили мою фотографию на сайте и якобы вещал я и так показали дебила что меня над мной смеялся вся Россия это было это все задокументировано провокация была подлая наглая смертельная только потому что они когда увидели мои советы которые противоположные вообще принятым то есть смертельным они меня так полюбили что решили меня вот таким образом унизить это было но самое смешное это что да это их сайт а на сайте моя фотография вот она любитесь сейчас мы с вами проведем эксперимент вот смотрите это он у меня называется абрикос Серафим это еще раз это моя фотография любой кто скажет ящик водки ящик пива нет ящик самого дорогого коньяку самого дорогого и мы спорим что это не ваша фотография я буду доказывать что моя кто пока тишина уже сколько лет вызывают на это и так это моя фотография и мы сейчас ее будем искать и так значит не не просто ее искать мы просто возьмем и ведем запрос вот это яндекс ну не обязательно это яндекс можно в google все где то мы просто начинаем набирать так фото абрикос серафим вот вот эта фотография по двумя этими погоняла никак по двумя кличками идет как серафим и как успех вот оперативная академия украв эту фотографию мою назвала ее успехом смотрим итак фото абрикос серафим вот вы знаете мне это не устраивает не потому что мне не нравится надо было вот так вот фото нет оно само изменилось ничего абрикос серафим я все-таки возвращаюсь фото меня с толку не собьешь итак фото абрикос серафим вот фото абрикос серафим так фото абрикос серафим 12 фото писали что это фото мне нужно где сразу много фото нет это не устроит фото абрикос серафим так 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 очень один мне надо много 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 а ну-ка посмотрим что такое Не везу себя сегодня Абрикос Серафим Вот я все правильно набрал Но вот здесь справа не открывается Все это Сюда получается Так А если просто Набрать Абрикос Серафим Абрикос Серафим О! И все равно фото выскочило И что мы видим на первом месте Давайте чуть-чуть вернемся назад Фото 2 деда Где мы были А где мы были Мы были вот здесь Фото 21 года Ага, вот видите Еще раз показываю Она Попав в фото Горофей Вот Вот Видите, вот она и есть Вот теперь Смотрите, сколько ее украли Мы берем, нажимаем вот так Теперь Правой мышкой Это учеба Я учу Вот Учу свою ученицу-помощницу Ивану Александру Савельевич Найти изображение в Яндексе Она потом будет рассказывать Она сейчас руководитель клуба Стараюсь для нее Теперь смотрим сюда Итак, я начинаю листать Они еще видите Как здорово сделают Это еще только в одну сторону Повернут Вы сходите на кухню Попейте чаю Я буду пока застать Видели, да? Вы скажете Ой, так мало Сколько тут Ну, пол сотни А теперь она разворачивается В другую сторону Внимание Она развернулась в другую сторону Это она же Можете не проверять Я уже без вас проверил Найти изображение в Яндексе Вот еще Стоило изменить Вот так вот А потом давайте внимательно смотреть И это она И это она И это она И это она Все Вот Но И это она Итак В сумме набегает Сто А может сто пятьдесят штук Можете проверить Итак Значит Мой серофим Украден Доброй сотней Вот они Видите Это И это И это И это И за каждую еще целая куча Тех, кто украл эти Вот И так далее Теперь А ну-ка А мне что-то интересно стало А давайте наберем сейчас Возвращаемся обратно Обратно А давайте наберем Абрикос Успех Ну-ка, 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 ну-ка Успех Как Нажали Вот А давайте посмотрим Что здесь будет Незнакомый 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 Ой Ой Опять она А теперь давайте смотреть Абрикос Купить саженцы Интернет-магазине Поняли Теперь это успех И Давайте смотреть Сколько тут Под успехом Найти изображения Ветокс Тро-ле-ля-ля-ля-ля Тро-ле-ля-ля-ля-ля Тро-ле-ля-ля-ля-ля-ля Вот вам успех Так его еще назвали Троупс Северный И Чемпион Севера Вы понимаете Почему так Почему Троупс Северный Почему Чемпион Севера Скажем Триоптонские Жуловские Красноярские Челябинские Вот мурманск архангельск вот они умудряются вот это все вы все вот они тут еще абрикос сибиряк вот он еще еще дешевле дешевле такое бутылка водки любая сцена сгорит за этот обман просто сгорит без того что пожалуйста вот он а почему в десногорске нет своих фотографий а сказать потому что нихера нету все эти перекупщики вот это все обрекло уже саянский уже восторг бархатный ну вот попался серафим тут серафим опять себе рак от янушки вот это да еще дешевле 220 рублей ну точно цена оба водка покраснеет от себя бархатный вот это я надеюсь что это саду свинец костоярский видеоклуб а в надежде что когда-то да вот представьте ее ребята там москве на центральном телевидении специальном канале за . и она уговорит ребята нажимаем вот так вот видите вот она вот тут а тут вот теперь развернули картинку развернули вот а вот еще а вот еще и давайте еще несколько пройдемся по нескольким сайтам давайте итак тут же двадцать первый год ну ка посмотрим а что это такое присоединился с этим сайтам потому что они меня оскорбили они меня выставили таким идиотом что если я идиот но тот идет квадрате которого они подумают а я на сегодня думал сбежал с вышедшего дома они поверили что это железо а потом понял нет это была спланированная провокация моих мои друзья писали окститесь помогите бога это не железо уберите не позвольте это сам добавляли вот это провокация стирали то эти письма стирали письма мои друзья и все оставляли как было а скандал разгорелся а при жалью хозяйстве на сайте сказал вот так надо людей привлекать помните как этот самый мерзкий человек король страны киркоров я ударил женщину журналистку по лицу рукой и сразу про этим поднял и хи 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 через месяц через год расскажет ты чё по морде-то девушку то какие последствия типа уголовной нету кальчик поднялся вот так и поднимал эти красоты холест а вы слышали там железо опустили вот так вот это было время на моей популярности так ну следующее вот знаете почему это случайно я думал это сербисать очередная реклама но подлее вещи не бывает если вас не плодоносит груша я не мог пройти подрубить ее толстые корни и она порадует вас обиду варжая плоду ну вы представляете что это за человек вон он улыбается ну что же ты творишь-то ведь ты же подрубил корни груша заболеет сто процентов кислородом то есть соку вместе с кислородом со всеми питательными веществами то просто жидкости меньше будет поступать ослабеет морозобойность слабеет листья теряет иммунитет листья начинают болеть как почует только что лист ослабел что у него антигенов что у него лейкоцитов ослабло тут же накидываются на него жуки гусеницы для все ну что-то улыбайся что думаешь что ты советуешься азарь для чего искалеченная груша ты искалеченными у тебя дала плоды быстрее чтобы успеть продлить урожай а это смертный урожай я завелся это случайно попался я ничего не это имел ввиду еще раз я ищу только рекламу только рекламу ну вот нарвался на этот на этот идея идиотически этот ну что творится ладно и меня давление подниматься ну давайте искать и опять ну как пройти ну как пройти вы представляете опять я вам а пусть 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 это сама гниет нашу страну 21 век 21 год и чему не научились но мы с вами должны заниматься среди только рекламы и так через около видно через и крупноплотно через около видно вот что вы должны сказать своим а когда вам доверят федеральный канал чтобы сразу спасете людям не миллионы чтобы какие-то миллионы сотни миллионов рублей миллиарды рублей когда людям узнать на планете нет ни одной коловидной черешни ни одной что через и вот она рисует верхний верхний левый угол это нарисовано а вот это вот с интернета а вот это нарисовано поняли и все что внизу то продаж видели там это груша вот это колновидно а вот это вот абрикос или что-то еще коловидно а вот грушка ловидно это кстати простая ветка я уже разоблачал нету они вынуждены обманывать носках удачная фотография или художник нарисует подбирает подходящий интернете чистая ложь наглая подлая вот это есть вот запоминайте что я скажу хочу так вот они сейчас хотят нас дверь да ну что смотрим дальше вот эта реклама персики отечественной селекции на нашем участке колузской области ну тут да нет сейчас посмотрим следующий снимок ну ка ну ка ну ка ну ка а они все я и так то же самое берем нажимаем найти подобную яндексе и процесс пошел вон они значит вроде бы правильно а почему я не должен верить нормально все нормально вот видите я сажаю персики нектарины почему фотография не стоило сада из интернета это трудно объяснить вот смотрите когда я сейчас отсюда не могу да то есть никто везде она но когда я нажал в этом самом похожие в интернете смотрите я вот это обнаружил оказался на кишинёре кировабаде фотографии то одна и та же а зачем ты если ты выращивался персик взял подряд в интернете как я тебя буду верить вот он уже киевский вот уже дагестанский а почему ты так себя ведешь до свойства графе ручно с подумать это делать любым телефоном ну сфотографируй покажи желательно чтобы рядом твоя физиономия была ну я себе сделал особую линейку одна на всей планете такая линейка представлю их фотографировал моё это место логотипа еще надежнее вот какая-то это видите тут шрифта какой-то арабский язык вот и не может это их фотография а то хаусская область кому-то это мозги пудришь мало давайте следующий питомник тимиреевский какого хрена тимиреевском питомнике тимиреевская академа моя фотография делает вот он успех а я воевал с выпускницами помните это дошло до оскорблений какое мое право запрещать уничтожать нельзя скелетные ветки они где его не дают расти вот пожалуйста ну что следующая фотография ну а тут опять началось вот это вот самое фактически повтор то есть еще один попался за руку питомника и все уже доброе шуте ну давайте еще поищем только ходить не будем только ходить не будем даже пропускаю кое-что пропускаю кое-что пропускаю кое-что ну как то такой колновидный абрикос вот он колновидный абрикос а вы знаете что такое колновидный абрикос это один год подходящий удобно даже если она настоящая я она все равно с интернета а тут кто торгует шлямзил с интернета это раз а на вторых знает ли наши обыватели что на следующий год это будет голый голый тут не будет ни одного абрикоса дальше эта ветка на следующий год будет голая как ваша коленка посмотрите на свою коленку вот она такая будет вот и вся колновидность очередной дикое вранье посмотрели идем дальше саженцы персика почему я призрался а вот почему во первом и снова сискали нахрена вы мою фотографию вот это вот фотография это железо наказательные подайте на мне в суд что я мошенник это видишь кто-то посмотрите откажется у вас покупать саженцы а еще напишут а вы знаете как некоторые а вот тут есть такой железо а вот а у вас его фотография я хотел купить этот персик а вы еще назвали его сибиряк вы где внизу внимательно внимательно персик сибиряк вот под четвертой самый правый вот внизу персик сибиряк его назвали персик сибиряк а мы сейчас с вами посмотрим сколько у нас мошенников извините за выражение так вот это я сейчас убираю и мы с вами сейчас абрикос успех саху уже с ним разобрались с серафим разобрались а сейчас мы сибиряк мы пишем персик сибиряк сейчас мы найдем что это персик сибиряк это вот он самый вот он первый это моя фотография давайте так чтобы мне не искать я вызываю на спор любого вплоть до судебного разбирательства вплоть до уголовного дела кто из нас мошенники кто из нас клеветник а это моя фотография вот она и вот под этой маркой продают сколько нажали внимание это главное если там помните где я порассказал как я делаю на видишь мышку даже нажимать не надо и вот паспорт фотографии итак найти изображение в яндексе ну посмотрим сколько у нас мошенника развелось боже мой боже мой боже мой боже мой видите чуть обрезали как будто свое неплохо штук 30 песик сибиряк пусть и по россии вот так нет вот железы есть да железы есть сразу купить магазине питомника королевский сад ну что а королевский сад сад ну что питомника а почему я фотографии нет друзья так дело не пойдет и так вы разобрались с персиком сибиряк у меня такого добра извините выражение слова применяю столько дерьма поселилась на моего этом самом на моей папке так фото 21 продолжаем вот персик сибиряк мы разобрались вот кстати обратите внимание на так давайте все подряд пойдем груша далеко это груша на самом деле тут не надо быть вообще специалистом я не знаю почему она стоит четыреста семьдесят пятьдесят семь копеек сейчас ходу не это какие-то цифры странные вызывают какой-то отороп но в это пускай пусть продают по 57 копеек но любой вот тут вот тут не надо да она кстати из интернета если я наберу далеко вы увидите что опять полсотни сайтов ее присвоили хотя хозяин автор тут один да но главное то не это это выкновенная ветка свешивается ну вам-то надо это объяснять что у нее нет стаба попробуйте обнаружить штаб вот скажите где штаб а где все моль села а дальше как анекдоте головы бегает а шуму куда понес а я море я дома сожру ее сколько может дурить то народ а так как-то собирался по сути будет рассказать а он из головы вот надо будет по ходу вспомнил ну что разобрались тут не надо никакой экспертизы а ладно идем дальше я нас черт носит будет фотография абрикос академии это единственная фотография которая контролирует с моими месяц фотографии академика посмотрели на нее и теперь мы с вами уже устали вы только начали вот если рассказал это полпроцента того чтобы не накопилось этих вот сейчас бы все собрать до нанять адвоката такого который бы подал иски сразу примерно к 150 сайтов которые присвоили сколько можно было бы миллиона заработать но с другой стороны они все нищие они не процветают вы помните с 1040 рублей начеркнули и поставили цену 20 рублей я понимаю догнивают остатки 20 рублей понимаете что на 20 рублей ну что я не знаю зажигалка я был магазине кто-то спросил зарануского самое дешевое 30 рублей зажигалку купить нельзя а сажен за 20 продается это довели уже с одовольства до этого что продать бы это дерьмо это это гнилью а это сушь понимаете о чем речь идет ну что будем делать ну что будем делать я не знаю продолжайте продолжать а давайте наберем академик абрикос академик фотографию видишь абрикос академик зато мои фотографии увидеть академик у меня их ни одна ни две но тут сожалению не получилось тут наоборот придется добавить слово фото Абрикос Академик О, есть Теперь смотрите, что получается Вы поняли, что Мы с вами на моем Это коллекция моя Вот коллекция, видите, вот смотрите еще раз Эта фотография не моя, нет Она, помните, Серафим На первом месте моя была Поэтому ее часто ворвали Ну, с сайтов 100 А на этом, на первом месте, вот эта фотография Давайте заглянем туда Вот она, видите Купить в Москве 890 рублей А на самом деле, в Москве Академик не растет Ну, с одного-двух любителей Вроде меня Или вроде этого Подмосковного садовода Макарова Это может быть Но никаких этих не растет Вот эта фотография, знаете где Растет, вот эта Это тоже Академик Эту фотографию мне прислал, он у меня выписал То ли корские, то ли сереньки То ли сереньки, то ли сереньки И у меня выросла Подмосковье У... Нет Подмосковье у... У хорошего человека Но 100% Мне доказывать надо или не надо Вот это вот Эта фотография, которая моей папки Это вот рука его Вот я... Ну, клянусь Богом, что это мой ученик Точка Чтобы мне дальше не стонать Посмотрели Дальше смотрите Вот это тоже одна из самых популярных И пошло Внимание Если это мои Но через ученика Это с моего сада Академик Это с моего сада Академик Это все гибридные академики Да? Вот Это Абрикос Манитоба Это Это самое Отдельный разговор Грустный разговор Вот Это мой сад Моя невестка Попробуйте сказать, что это не моя Попробуйте сказать, что это не моя Это моя фотография Это Латинкова Царство его небесное фотографии Только это академик А это самое Ее присвоил кто-то из вот этих Ус... Успех Датя Вот она ее присвоила И назвала Уже другим именем Хабаровским Вот Ну еще посмотрим Это фотография моя Вот моя линейка Особая Которая мне заменяет логотип Поняли, да? Вот это вот Старинная фотография Это еще того академика Не гибридная У меня же все гибридные Вот Ну что сказать Про Сахарин Дальше искать Или уже не надо Даже не знаю Вот Взяли написали Абрикос академик Вот Но Присвоили ее Потому что это не мой логотип А ее уже присвоили Вот Вот еще один академик А вот это вот та самая А, вот это есть Инна Александровна Савинись Благодаря которой Появился этот фильм Она сказала Помогите Нужны факты Чтоб я могла учить Начинается с клуба А закончится надеюсь С другой Она должна учить Как не попадаться Это важно Даже Не менее важно Чем правильно научить Потому что Бесполезно учить Когда человек покупает сальвис Он даже не просыпается Ну и что Вся агротехника Коту подкус Если саженец мертвый берут А А вот он Гибридный академик Ну что Полюбовались Дальше будем смотреть Или хватит уже Мы тошли До сюда О Моя линейка Смотрите в глаза Те кто ворвал Теперь это Абрикос шаллак стал Уда Описание Ему и все Описание у него есть Только фотографии В Сибирском саду сделаны Никто никогда Не догадался Вот так вот Линейку сделаны Ну а дальше прошло Дальше уже Не обязательно академик Почему На самом деле Вот это Академиков Так мало Вы видите Всего несколько строчек Да Вот Мое Вот Дальше Мое Мое Вы видите А дальше Почему пошли другие Ведь самое интересное Что Это моя фотография Железа Вот это кусочек Это крыша моей Моей беседки Раз Ой куда Ладно я Выскочил Обратно вскочил Так Вот Дальше смотрим Это один из сыновей Маджинского абрикоса При чем тут академик Сейчас объясню при чем Сейчас поймете Так А вот это вот Который выдают За Написали Монитоба Это на самом деле Чисто породный амур Вот он Другие Фантазии хватает Вот здесь написали Монитоба Ну что продать Ё-моё Ветка аж рухнула Потому что Такое урожает Вот Это амур Ну Кроме Монитоба Еще Знаете что И придумали Колновидные О Вот так вот Но Как видите Уже вот это Все Не имеет Никакого отношения К А вот уже Мой серопин То есть На всю страну Даже на пол планеты Вот это и все То есть Академиков Практически нету Ну нету практически Потому что Вот это вот Латинковский Вот Причем тут сапоги Помните Это Поговорка Причем сапоги Если поросенка Причем тут Милиция Если поросенка Громом убил Вот так иду Причем тут Милиция Вот Ворой не хочу Обмана не хочу Вот такая Картина сказала Слушаю Заканчивать А ведь у меня Примерно Сейчас я Наверное Меньше Наверное Меньше Это мы Теперь Слово Моем 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 А дальше Страшно Это только Начало разговор опять опять я боюсь уже смотрите опять это все что кому денешься кто попадается он мой академик что долго пришло это почему их не присвоить агро декор вот вот эту марку это это было и и так будет до бесконечности вот это 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 редко-редко когда это очень редко когда вместо нескольких обычно но смотрите пить вот на это вот или не вот горсочка абрикоса 3 абрикоса 3 абрикоса вот веточка все и что вы думаете ребята они взяли думаю да вот за настоящее дерево целое дерево все а как не купить так господи для это счастье то какое весь маленький пустяк это моя фотография а и это украли или 7 рублей но обижаете заканчивать будем нет линсона помог я мне помог не знаю ну на всякий случай мы сейчас закруглимся даже один год не можем там закрытую страницу вот он уже вору не хочу значит все будут думать что у них такие плоды будут а дождетесь последние годы не то что не вырастают гибнут пути как бы за 1 2 3 вот нет страшнее и даже не просыпается настоящий шанс ладно покажу что уговорили вот идет за это сейчас вот проем виде здоровенно эти коробки картон это идет настоящая работа на стоящих это идет упаковка и отправка посылок а почему так абрикос королевский с грушей поэтому можно держать в этом ящике отмокает этот прав вот так друзья ну что еще хватит ну как не выдержать вот я говорил вот красиво вот уж точно это самое колоно видны примерно 100 120 питомников назвали около видны вставлять а у них там бонет эта ветка висящий еще так обидно столько дерьма в интернете а значит потом в садах помните омск все через все наши мне вы сейчас найти ту фотографию одно одно вряд ли найду вряд ли найду там там огромное поле садов а сад сибири и там прям все поле в 1 эти сад а сада нет понимаете вот это одна из величайших загадок и до сих пор не знаю как кролика достает этот как он называется как фокусе достает кролика и шляпу до сих пор не могу ну нет кролика шляпу раз поди кролик а эти еще круче все есть фотографии вот такие есть ну я показывал там несколько опыта плодов фотографии из интернета это есть чужая это сто процентов вот по террориатности не может быть тем более в сибири нет нарисовано красиво челюсти я знаю ни одного челюсти дерева нет а пишет сибирские а пишет морозостойки вот так и живем мои внуки да вот ради этих детей у наших миллионы детей или отравы едят или даже из-за нашей еще бесконечно нищеты и даже ни яблок не едят ни винограда ни абрикосов ни персиков а кто ест тот ест отравы тоже ничего хорошего он опять целая серия видели вот и все вранье 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 вот ничего не могу найти я знаю питомник макарова своим торгует вот сюда вот любите я знаю шушенский плодопитомник вот с ними дружит наша Илья Александровна Савельевич вот она им соотдела они настоящими торгуют ну и че вот в голову не приходит и кто еще кто вот ну и Алексей Алексей Иванович значит научился укоренять шелковицу мою назвал шелковица железа первые 200 саженцев выросил на продажу настоящее а так вот такой вот шелковицу найдут в интернете вот такой вот ну под амонтаж вот и все и под этой маркой продают на известное что вот видите а что такое настоящее садоводство а вот оно как эффективно вырастить сливовый плодовый сад советую Валерия Железова вот супер садовник решил размножить мой опыт вот супер садовник сливовая коллекция одна из лучших в стране в мире вот ну че не открываешь давай быстрее на мне какого-то ляшки не хочешь открываться не надо а нет открываться ладно ну девушка не глядите глядите на слева а вот еще а вот еще хуже стали открываться нет пожалуйста ну и теперь поверите что это мой сад и так три варианта ответа которые я получил я или кто-то кто-то своих друзей общаюсь с тем фальшивыми питомниками первый наших фотографий нет потому что нам некогда было их делать мы работаем второй значит мы сами не выращиваем но мы продаем лучшие питомники российской и мировой селекции мировой это значит загранично кто людей понимает что если пришли из Италии из Сербии еще откуда из Молдавии все же погибает а там гордость лучшее вот это два и третье у нас нет фотографий помните мы смеяли академию у нас нет фотографий потому что санцы да мы выращиваем у нас есть абрикосовый сад но он не плодоносит и сижу я и думаю кто сошел с ума абрикосовый сад плодов он не плодоносит поэтому фотографии выставить на сайте не могли наворовали чужие включая мою а где взяли эти как можно без абрикосовый сад вылезти без косточек как у меня в голове не укладываются я не понимаю нет косточек нет дерева а еще и привитыми торгуют и нет черенков там отрезать как ну и он сам скорее бы карьеру скорее бы узнали бы скорее бы уговорили уговорили помнишь как я говорю тебе светит большая карьера с твоими мозгами с твоей привлекательностью и с это самое с твоим железовским опытом вот который ты переняла какая а ты зная заранее что у тебя особо-то не спешат погружать в Москву гордо говоришь я сибирячка это значит будешь сидеть в Сибири и ничем не поможешь стране но на всякий случай для тебя материалы приготовил это уже третий подряд кино про посадки семян кино сделал вот помощь про морозобоины это отдельная огромная тема и как с ними бороться а точнее вообще не замечать их ради пользы дерева это вторая была так третья по прививкам было как прививать и вот четвертое как выявлять мошенников а выявлять их очень легко ну что заканчиваем и по причине так это ровно это что это это что это Продолжение следует...